Оля, давай-ка мы о тебе. Вот я тебя спрошу. Значит, я каждый раз, когда захожу к тебе на канал и вижу там новые видео, я вздрагиваю от названий. И мне жена говорит, ты думаешь, что Оля такая вот от балды? Нет, она изощренно сочиняет это все. Она долго работает. Я говорю, она такая простая, открытая, говорит, да ну что ты, она специально, ты что? Вот помню одно видео, меня, знаешь, так я обстрогнула. Она говорит, значит, почему я жадная до мужиков, допустим. А было такое? Да, 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 да. Почему я жадная до мужчин? Я думаю, боже. И я уже, знаешь, я все ждал, где же она об этом скажет. Я все видео просмотрел. Я думаю, где же она это скажет. Потом, что оказывается. Значит, оказывается, она отвечает на вопрос, почему она не хочет знакомить никого. Чтобы, типа, она жадная, всех для себя держит. Ну, как бы, да, есть мужчины вроде свободные, я их не раздаю вот так вот. Да, да. Я сказала, я такой ответственный. Очень хорошая политика. Я не беру, конечно. Нет, Оля, ты скажи, ты скажи, давай, ты сознавайся. Мы тебя сейчас на чистую воду выведем. Ты давай скажи, это ты специально так изощренно? Конечно. Да? Конечно. Я сейчас еще сменила партнера. Я ж не на ютубе. Деньги, в смысле, получаешь? Ну, в смысле... Она в партнерскую программу. Я думал, что она замуж там, что... Нет, ну хорошо, это... А вот теперь заголовок. Оля сменила партнера. И я сейчас, они со мной работают, и они сказали, что у меня тоже очень хорошее название. Это русскоязычные партнеры-то? Да. Это те, что у меня тоже? А я не знаю. Я еще пока боюсь не говорить, потому что я вообще очень плохой блогер для работы. с партнерами. У меня все время они мне дают задания, а мне их некогда делать. У меня то одно, то же... У меня партнеры, которые мне ничего не дают. А, у меня со мной работают. И он мне сказал, что вот эти названия даже очень хорошо писать. Они же хотят прибыль не получать. Большими буквами, чуть-чуть маленькими, побольше. Это тоже бросается в глаза. Ну, для того, чтобы... Ну, в смысле, capital letters, ну... А, да, да, да. И ключевые слова нужно вот в начало вот там вот. Это понятно, да. Но ты ключевые, ты пишешь теги, ты пишешь description к видео? Нет. Это все надо делать. Я вот уже сколько, я ведь четвертый месяц с этой партнеркой работаю, и он мне задание на целую страницу... Вот эти задания только выполнил. Так. Какие проценты... Какой процент ты получаешь с заработки? Ну, они 30% забирают. 30%? Ну, мои 25. Ну, хорошо. А зачем ты стала этим заниматься? Почему тебе не хватало просто YouTube? Честно сказать, я почувствовала, что я вообще профан, ну, вот если так сказать, во всех этих компьютерах, во всем. Вот первый случай у меня тут был, я подключилась к партнерке, мне нужно было кого-то, у кого я могу вот им позвонить по Skype, и они мне скажут, сделай то, сделай то, сделай это. Потом каналы закрывать. Я почему-то подумала, что они мне, может быть, помогут, если у меня закроют канал. Ну, как бы, как protection. Ну, у них есть, как бы, свой канал связи с YouTube. Да, и вот как бы хотелось вот что-то такого мне. Ну, да. То есть, если случись чего, чтобы за тебя там как-то отгибали. Они материально заинтересованы. Конечно, они заинтересованы материально. И у меня вот первый такой был, я тут стала загружать видео, только с ними стала работать, стала загружать видео, а у меня они грузятся, и все, прерывается связь, и я не могла понять, что такое. Это не связано с ними. Да, но мне же спросить у кого-то надо, у кого мне спрашивать. Я позвонила, и он мне сразу же сказал, говорит, уберите, говорит, почистите эти кэши, и теги, по-моему, называются. Угу. Я сделала, и у меня все заработало, и я поняла, так пусть они забирают эти 30%, жалко. Хорошо. Подожди, а вот ты говоришь, закрывают каналы. У тебя были какие-то страйки липовые? Я не знаю, что такое страйки. Ну, допустим, кто-то говорит, что... Она быстрела на вашу штуку. Это же паника. Что твое видео, это мое видео. Кто-то говорит, вот она украла у меня видео. Нет, это просто, я же видела, что других блогеров закрывают, мне жалко, конечно, тоже свой канал, информацию. Ложная тревога. Ну, как бы, да, но вот это меня потолкнуло все равно. Вот, партнерки, не знаю, какую-то защиту. Кто тебе дал эту партнерку, кто посоветовал? А никто, я сама. Боже. Они сегодня каждую неделю кто-то предлагает. Но тебе предлагали именно на русском языке? Нет, я набрала какое-то видео, там об этой партнерке говорили, и я информацию поизучала. Да, да. Поизучала информацию. Думала, почему бы нет. Ну, что же, хорошо. Хорошо. А на твоей стране им хочется, чтобы у тебя было больше оборотов и больше денежки. Не секрет, сколько денежки падает, допустим, в месяц? Вот я сейчас не могу сообразить, вообще, сколько, потому что в январе я получила так мало. Ну, январь был подъемный, там трагика была больше в январе. Может быть, но, как бы… Ну, в среднем. В смысле, много трагика, а денег мало. Ну, бывает так тоже, да. Сколько денег вот падает? Я сумму сказать. Ну, если не можно. Ну, я могу, конечно, сказать. Ну, давай. Ну, давайте потом скажем, что нам будут говорить. Нет, ну, ребята, это интересно. Я-то услышал, мне все равно. Нет, я знаю, что это всеми интересно. Оля, не говори. Не говори. Не говори. Там такие суммы смешные, что я думаю, где-то никого себе не скажу. Нет, для кого-то они смешнее, а другие. Оля раскрывает свои доходы. Нет, я не скажу, почему я не скажу. Нет, я скажу, почему я не скажу. Потому что я тоже, когда получила там совсем маленькую сумму от YouTube, я тоже спросили, сколько я получаю. Я написала кому-то там, ну, так же, поинтересовались. Я написала, мне говорят, ничего себе, какие деньги. Большие? Да, большие. Я подумала, или я как-то не в курсе вообще делаю. Или для кого-то, может быть, для деревни, для какого-то поселения это, может быть, действительно. Ну, они же не находятся, они говорят, что человек ничего не делает. Ему там 200 долларов. Да, но я считаю, что это большой труд, как бы, проделан на YouTube. И это у меня забирает столько времени, столько эмоций, там, всего. И поэтому я боюсь даже говорить. Понятно. Не надо, не надо, не надо. Ну, значит, не говори. Ты говоришь о том, что тебя... Останись тайной, да. Мы выключим. Хорошо. А все ведь люди там ждали. Я уже скажу. Знаете, что я скажу? Вот, может быть, у Оли другая статистика. Я могу сказать по-своему такое. Значит, все-таки у нас трафик в основном не американский, а в основном из России и Украины. Правильно? Значит, у меня, например, из России 50% трафик, из Украины еще 25%. Плюс там, Казахстан, Израиль, Белоруссия, там еще по 6, по 7, по 8%. И Америка 8. Ну, Канада 2. Вот 10%, грубо говоря, американский, и 90% оттуда. И я хочу сказать, что американский трафик, вот по моей... Мой опыт с рекламой такой, что американский трафик на тысячу клип посещений... Вот ты смотришь, там, допустим, на канале, там 20 миллионов просмотров. Вот у меня там 20 с лишним миллионов просмотров. И 20 миллионов просмотров, это на трафик американский, это примерно 3 доллара на тысячу. Или, скажем, на миллион, это будет 3 тысячи долларов. С российского трафика, украинского, сейчас примерно центов 60 на тысячу просмотров. Ну, тут еще рубль упал, соответственно. Да, вот я ушла из Ютуба-то, и мне сейчас даже сравнить не с чем. Я не знаю, сколько на Ютубе платят за тысячу просмотров. Поэтому... Ну, вот я рассказываю, что то, что я вижу, у тебя партнерка еще заберет там, да? Ну да. Я отдельно говорю. Но, в принципе, если человек на Ютубовской, так сказать, программе стоит, то российский трафик сегодня, это примерно 60 центов на тысячу просмотров. Или, скажем, 600 долларов на миллион. Ну, то есть вообще ничто. Да. Иди миллион просмотров сделай, я тебя посмотрю. Да. Это нужно тогда про Путина, про Донбасс, там что-то такое, тогда будет больше просмотров. Про Украину. Да. Ну, то есть есть люди, я думаю, они специально этим занимаются, чтобы больше трафика подобрать. Про кризис доллара, там можно еще что-то такое, трындец, или как его там называют, Америки там еще что-то. Вот там будет больше трафика. Соответственно, может быть больше денег. Поэтому, я думаю, люди, которые этим злоупотребляют, они просто чисто из финансовых соображений. Ну, конечно, просто заработок. Да. Потому что очень сложно вот так вот. Ну, тоже ведь много пишешь начинающих блогеров, там, как вы набрали этих подписчиков, там, ну вот. Как вы набрали подписчиков? А как? А вот у меня месяц два подписчика было. Это была моя дочь. И у меня поклонники первые были, мама с дочкой тоже меня смотрели начинать. Откуда взялись остальные? А все. Потом я смотрела, допустим, через месяц, там, десять подписчиков появилось. Я помню, вот это двадцать два подписчика для меня было. Я думаю, ничего себе, как-то они у меня так раз выросли до двадцати двух. И я помню, вот, у меня через полгода только появилось тысяча подписчиков. Это человек, который не кодировал ключевыми словами ни названий, ни описаний. Я просто делала, я никому никогда не обращалась там, прорекламируйте меня или там с блогерами задружиться. Нет. Это все вот естественным путем шло. И я сначала там смотрела, сколько у меня каждый день подписчиков приросло. А вот сейчас я, ну, как бы даже вот не смотрю, что ли, потому что это перестало быть таким актуальным. Тут есть момент такой, что какие приоритеты у тебя? Ты же не отвечаешь. Нет. Потому что... Но у тебя много смотрят. И у тебя, допустим, если у тебя 25 тысяч подписчиков, то у тебя на самом деле могут видео легко посмотреть и 10, и 12, и 15. Да, да, да. Это не зависит от подписчиков просто. Понимаешь, у меня подписчиков там втрое больше, но у меня видео смотрят втрое меньше. Понимаешь, поэтому... Ты как часто делаешь? Ну вот я сейчас хочу поменьше делать. Когда я начинала, я делала два видео в день, потому что у меня особо занятий не было. Я дома сидела, тут английский учил, а впечатление мне надо было срочно открыть. Сейчас? Как каждый день выкладывала. Вот сейчас с этой недели я хочу четыре раза в неделю. Слушай, каждый день это неплохо. Конечно. Это 30 в месяц. Это еще много. И самое главное, что у меня нет вот такого вот мучения, господи, что бы снять, что бы снять и с пальца высосать. У меня всегда почему-то есть, что я хочу снять. И у меня еще много всяких идей, просто я это уже не успеваю. Зрители много подсказывают тем? Ну да, в принципе, вот так. Но тут есть вот такая вот, как сказать, минус. Вот когда ты начинаешь читать, допустим, комментарии, особенно плохие, то ты начинаешь терять самого себя. Ты начинаешь на этом акцентироваться, и ты начинаешь, как бы, тебя что-то цепляет, и тебе охота сделать видео, как вроде, оправдаться, там, объяснить ситуацию. И ты уходишь от обычной вот такой жизни, более интересной, я считаю, и ты начинаешь уже концентрироваться вот на этих плохих комментариях. Ты начинаешь отвечать одному проценту и бросаешь те 99, которым это вообще неинтересно и они неинтересны. И поэтому вот то, что сейчас вот у меня человек сидит, там это все чистит, я вообще очень довольна, потому что я сейчас вот себя чувствую, что я себя не теряю. Я делаю видео вот как бы от повседневной жизни. Все, вот так вот. Я не отвлекаюсь от этого. Оленька, такой вопрос я тебе задам. Я недавно стал с этим сталкиваться, и уже вижу, что некоторая массовость в этом присутствует. Люди, особенно женщины, оказываются под давлением со стороны мужей, что они слишком много, даже не столько времени, сколько внимания уделяют этому. Они уделяют меньше внимания мужу, семье. Если твой муж, например, не требует много, например, а есть такие, которые хотят много. И я слышал от многих, что вот мужики недовольны, ругаются, даже могут каким-то предметом бросить в стену. Вот, и да, не в женщину. Но это на самом деле очень неприятно, когда человеку он ничего не верит, он сидит вот в своем этом... У тебя нет такого? Я, у нас правило дома. Так. Мы его не обговаривали, у нас так сформировалось, что мы, я вот допустим по скайпу даже, я всегда общаюсь со своими утром. Вот я скажу такую вещь, у меня было видео такое тоже, я себя поймала на том, что меня очень, как бы, начинает раздражать даже, когда вот, допустим, мексиканцы, не знаю, арабский язык, другой язык, это не важно, даже английский. Человек ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, вот как бы он говорит, говорит... А еще по спикерфону разговаривает. Вот, и если это больше десяти минут, допустим, у меня начинают взрываться мозги от того, что я вот это фоном слышу, непонятную мне речь, и я себя поймала на том, что меня это раздражает. И я поняла, что, когда вот, допустим, я точно так же сижу при муже, вот так вот, ды-ды-ды-ды своим этим каканем русским языком, я вижу, что это его тоже начинает уже это... У нас же еще интонации другие, и они думают, что мы рукаемся, а мы просто обсуждаем что-то. Да, и вот муж перед разными, это опять как кар-кар-кар-кар-кар-кар, вот он проходит мимо, и поэтому я стараюсь вечером тоже не разговаривать, допустим, со своими, я с дочерью по полтора часа разговариваю, у него вообще вынесет мозги, если я буду... Ну, то есть надо соблюдать правила безопасности. Да, да, и он тоже никогда, допустим, вечером там не решает какие-то рабочие вопросы, не трещит там со своими друзьями день и ночь, ну, как бы вот у нас вот такой спокойный... Он может пивко попить-то в бар, пойти? Он не пьет. Что вы вместе делаете, как вот, СФМ или что-нибудь вы делаете? Мы любим вообще смотреть кино. Дома? Да, вот мы поужинаем, он приходит после работы, отдохнет... Слушай, бывалый мужик, полтинник, сколько ему? 50 лет. Ну, только ему еще, ух, сколько сил-то? Ну, не знаю. Как не знаю? Ну, в смысле, как... Как же ты не знаешь-то? Ну, как то, что ты знаешь. А вы о чем? Вообще сил много должно быть у мужика. Ну, это, да, он мужчина. Ну, то есть... Во свете сил. Ну, хорошо, значит, поэтому из дома не хочет уходить. Ведь самое главное, что я возвращаюсь домой с удовольствием, и он всегда бежит домой с удовольствием. Вот это показатель того, что человеку вообще комфортно. То есть вам хорошо? Нет, потому что я всяко жила, да. Я жила так, что у меня ноги не шли домой. Я где-то все ходила вечерами, там, и приходила уже домой, лишь бы лечь спать и ничего не видел. Так, попробуй ведь проблема-то выгнать, когда он приходит на твою территорию. Я все время говорю, что гораздо проще самой уйти, чем выгнать. Оленька, давай я тебе задам такой жесткий вопрос, раз мы так на публике. Значит, вот такой жесткий вопрос. Я это вижу много. Я не хочу переносить ни на кого из присутствующих. Но у меня среди студенток много таких вот, допустим, как ты, и как Анечка, и, скажем, в 40 лет, там, девчонки 42, такие. Вдруг какой-то крен в семейной жизни. Кто-то кого-то на одноклассниках встретил, кто-то, я не знаю чего, вдруг, бах, хрясь, развалилась. Если бы, допустим, не дай бог, с тобой такое произошло, например, вот, что, как сказать, что бы ты делала по жизни? Вот смотри, ты не очень здорово по амбициям говоришь. Вот именно здесь, да? Да, да, именно в... Нет, ты можешь сказать, я пойду обратно, там, в Екатеринбург. Ну, нет, такой вариант... Ну, конечно, я как нормальный здравомыслящий человек, если я таким считаю, как это ни скромно бы не звучало, но, естественно, что, приехав в Америку, я же рассмотрела все варианты. Я рассмотрела варианты, вдруг в Россию ехать. Ну, что делать, если так жизнь сложится, как бы поешь, в Россию ничего такого, и не надо здесь вот так вот стесняться, что, ой, поехала в Америку и вернулась, мало ли жизнь личная не сложилась. Какие-то обстоятельства, приехала и приехала, и кому какое дело. Потом, естественно, здесь тоже, для того, чтобы здесь хоть как-то зацепиться там, ну, вот если с мужем вообще отношения не пошли, ты должен работать. Вот у меня есть такая замечательная знакомая, она директор турфирмы в России, вот она меня очень поддерживала вообще во всем этом, Милен Павловна, если смотрите, привет. И вот она мне сразу же сказала, Оля, ты как приедешь в Америку, ты должна обосновываться и работать. Потому что, говорит, неработающая женщина, у которых никаких приходов, ничего, она и от мужчины не сможет уйти, ей будет плохо, и не дай бог, вот что-то случится, трещина, и что она останется? Хорошо, у тебя ответ на этот вопрос, работа. У тебя, что ты сейчас делаешь с пересылкой товара? Вообще, вот сколько я вот сейчас, это тоже я сделаю, выводы из своей жизни. Вот я со вторым мужем, когда развелась, вот так вот получилось. Раз, мы жили-жили, у нас 9 лет ни разу даже разговора не было о разводе. И в один момент это все сломалось. И у меня первая мысль, которая у меня была, как хорошо, что я работаю. Потому что я, в принципе, материально стояла на ногах. И все, ушел, ну ушел, и как бы я не осталась совсем у разбитого корыта. Хорошо, в американской жизни у тебя доход сейчас есть от того, что ты вот там пересылаешь там предметы, там сумки, да, одежду. Да, это мой маленький. Жить на это можно? Да. То есть случись тебе, допустим... Естественно, я не смогу платить за 5 тысяч, ой, 2 тысячи долларов, вот как муж платит, да, там кредит за дом. Это мне неподъемно, естественно. Но прожить, допустим, какое-то время там, вот, ну, как бы... Тогда снять надо и что-то. Тогда снимать, да, там найти за 700 долларов, я не знаю, там, за тысячу. Вот тут очень много женщин, которые развелись, ушли от мужей, они как-то группируются, снимают там комнаты вдвоем, комнату в доме. Тут ведь, в принципе, если этим заняться, все это можно найти, потому что некоторые женщины, вот, мужья умерли. Ну, а Оля только клик дает, сразу пригласит, бесплатно дает. Да, вот тут-то и даже есть женщины, у которых умерли мужья, и остались вот эти кредиты и большие дома. Они тоже сдают комнаты, потому что им надо за дом-то платить, а они тоже не приспособлены. Это просто я общаюсь сейчас вокруг, я это все вижу, что здесь всякого понравилось. Хорошо, ну, вот здесь 2,5 года, так? Давайте я буду сейчас, как-то я представить, что я буду. Вот, давай, присутствуем. То есть, ты здесь 2,5 года. У тебя, я понимаю, что, может быть, у тебя не было такой, знаешь, emergency такой, английский быстро поднимать, но все-таки, вот, тебе не хотелось получше говорить по-английски? Говорить по-английски? Мне всегда это хочется. Ну, так а что ты? Я об этом мечтаю, я стою и говорю, господи, да когда придет ко мне этот английский уже? Ну, это же ведь надо заниматься, конечно. Оленька, иди к нему навстречу. Естественно, я иду, иду, но вот я сейчас, я все время говорю, вот я такой показатель, как бы, лентяйки, в том плане, что у меня вот жизнь меня не прижала, вот этот английский, выучить лучше. И вот даже на таком уровне, вот я сейчас, вот мы, допустим, с мужем, там, общаемся с родственниками, я понимаю, что он приходит, но его, конечно, надо учить. А пойди в магазин просто к людям, вот иди в магазин, поработай в портале. Вот, вот и... Ну, ты же вот, вот когда ты показывала на теплоходе, там, ходила в бар, ты же с ними общалась как-то? Нет, я общаюсь, но мне его не хватает. Допустим, вот уже какие-то быстрые, там, вот такие вот разговоры, еще что-то. Мужа я своего достаточно хорошо понимаю, потому что он мне постоянно на слуху. Но вот уже людей, допустим, вот в магазине, кассир, там, у него что-то во рту, и он начинает мне там шутить, что-то говорить, все, я уже теряюсь. Нет у меня, вот, схватить, чтобы, а говорить-то я... Нет, ну такие ситуации у всех уходят, я до сих пор иной раз не понимаю. Послушай, на самом деле, Оля могла бы за полгода, за полгода, могла бы... Очка, я тебе расскажу, что я делаю. Я тебе писала письмо, но ты не видишь. Да, ну я вот, видишь, да. Я тебе скажу, что надо делать. Вот она, пришел час расплаты. Я сейчас в августе опять иду на курсы, но курсы, я хочу сказать, все-таки вот, это я сама, мне кажется, больше могу выучить, чем вот на этих курсах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...